Сегодня в выпуске. Мне кажется, просто мы сейчас сталкиваемся с такими вопросами, о которых мы даже не подозревали, что они вообще могут возникнуть у нас. Потому что держателями информации и держателями трактовки информации должны быть врачи генетики. Например, он сообщает этот диагноз, и неделю больше вообще никаких диагнозов не сообщает. У психологов есть свои супервизоры. Отнестись к эмоциям пациента с сочувствием. Очень важный вопрос. Все виды психологической помощи. А какие это? Консультации или что? Хорошо, что есть телефонный доверие, куда можно позвонить и, простите за это слово, слить эмоции. Как же все-таки генетика принимается вообще в сознании населения? ПНД рекомендуете? Это тоже очень интересный вопрос, который мы обсуждаем с вашими коллегами. Вот здесь бы я уходила не на минус первый, а на плюс сотый этаж сразу же. Это нужно много времени. И в разных областях что-то будет быстрее, что-то будет медленнее. Добро пожаловать в подкаст на генном уровне. Говорим с экспертами о медицинской генетике, развенчиваем мифы и подтверждаем факты. У микрофона Елена Абелева, кандидат биологических наук, заведующая организационно-методическим отделом Медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова. И Юлия Муштакова, научный журналист, пресс-секретарь Медико-генетического научного центра имени академика Бачкова. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами подкаст на генном уровне. Это подкаст Медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова. И сегодня в студии я, Елена Абелева. И я, Юлия Муштакова. Наш сегодняшний выпуск мы посвятим вопросам психологии и такому интересному вопросу, как же все-таки генетика, и в частности медицинская генетика, на сегодняшний день воспринимается в сознании населения. Да, тема действительно интересная, тема обширная, и сегодня нам ее поможет обсудить Ольга Олеговна Полетаева, клинический психолог, представитель рабочей группы по ментальному здоровью Европейского общества муковисцидоза, город Санкт-Петербург. Хочется добавить, Ольга Олеговна работает в благотворительном фонде с семьями, имеющими детей, страдающих врожденными заболеваниями, такие, например, как муковисцидоз, венилкетонурия и так далее. Ольга Олеговна, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Да, здравствуйте. Знаете, вот хочется начать с такого общего вопроса. Казалось бы, мы уже привыкли говорить о том, что медицинская генетика сейчас идет с ими медленными шагами. Да, диагностические программы развиваются, и более того, создаются новые лекарственные препараты. Но вот знаете, в некоторых сферах все равно и в научной, и в медицинской, да, все равно остаются вопросы больше, чем ответов. Что касается этической стороны этого бурного развития, сейчас здесь тоже больше вопросов, чем ответов? Или как? Ну, я бы, наверное, согласилась и делила бы это именно на этику и на психологию, потому что это немножко разные вещи. Они, конечно, имеют сплав в человеке, но тем не менее психология все-таки носит более прикладной к себе характер, скажем так, даже массовая психология, групповая психология, национальная психология и так далее. А этические вопросы, они возникают, ну, в любой области, которая претендует на то, чтобы что-то менять в человеческом сообществе. Мне кажется, просто мы сейчас сталкиваемся с такими вопросами, о которых мы даже не подозревали, что они вообще могут возникнуть у нас. Да, безусловно, и наше время здесь тоже нам подкидывает в этом плане новые вещи, например, вопросы с чипированием, с прививками и так далее. И мы имеем полное право отталкиваться от того, что массовое знание сейчас вот такое, и таким образом оно будет воспринимать новую информацию, особенно по генетике. Знаете, видела один слайд потрясающий на одной конференции. Слайд прям так и называется, сейчас вот не назову автора, как генетику воспринимают в обществе. И там совершенно дичайший набор картинок. Там и Лолита на НТВ с программой ДНК. Это важен слайд? Мне кажется, это как раз... Да, это важно. Вот где бы мы увиделись, да, где бы мы встретились. Мы встретились на подкасте на генном уровне. Да. Галина, а можно всё-таки вот поподробнее? То есть, на самом деле, как вот на сегодняшний день в обществе трактуется вообще, ну, феномен генетики и медицинской генетики в частности? Вы знаете, если пошутить и ответить на этот вопрос легко, то очень легко проверяется, каким образом, что люди в своей массе думают о чём-то. Как это присутствует в массовой культуре? Вот ответ на вопросы, кто такие мутанты, это вот такие вот страшные, уродливые существа, которые хотят нас сожрать или что-то нехорошее с нами делать. Посмотрите, что есть в массовой культуре, вы поймёте, что есть в массовом сознании, просто потому что другого ничего не предложено. Если отвечать... Поэтому там была картинка из Лолиты и прочими делами. Если отвечать на этот вопрос серьёзно, то я бы уходила на минус первый этаж, если честно. Потому что генетика, как наука, которая выделилась, достаточно молодая, ей в районе 100, чуть больше лет, и у людей не должно быть никакого понимания о том, что это такое. Поэтому я бы начинала с того, что вообще бы ничего не ожидала от людей в этом плане и ставила задачу формирования отношений к генетике, особенно к генетике человека. Начинала бы с минус первого этажа, до нулевой точки ещё добраться нужно. То есть вообще не ожидать, что люди понимают, чем занимаются врач-генетик и лабораторный генетик. Абсолютно точно. Мы не очень близко к позиции. То есть мы где-то на старте находимся на сегодняшний день, да? Мы находимся на старте, и мы можем сделать его неправильно. А как неправильно мы его можем сделать? Чем это может обернуться у нас? Ну, у Лолиты мы уже поняли, да? У Лолиты, кстати, самый лучший вариант из того, что там было. А я вам ещё олигофренов-мутантов покажу. На самом деле передача вот эта ДНК на НТВ, она на самом деле действительно самая хорошая из всех передач, где используется ДНК, задействованных на массовых каналах. Она правда самая хорошая. И я очень уговариваю всех наших генетиках её посмотреть. Все не хотят. Но я прямо уговариваю вот уже прямо как могу. Я присоединюсь к вашим уговорам. Вот. Потому что держателями информации и держателями трактовки информации должны быть врачи генетики. А сейчас это немножко выпускается из рук. И вот это то, где мы можем совершить ошибку, и нам потом придётся отрабатывать и перенаправлять человеческое сознание. А с того, что их никто не будет чипировать, никто не будет уходить в Евгенику, никто не будет их никаким образом селекционировать, и нам придётся доказывать, что это нет, если сформируется негативное мнение. Вот мы должны успеть сделать так, чтобы сформировалось то мнение, которое нам нужно как держателям этой информации. Мне кажется, это очень важная позиция, вот этот правильный старт, да, расположить общество. Потому что, а вот знаете, вот сейчас я вот наблюдаю то, что бывают даже завышенные такие ожидания. Вот, допустим, мы хотим, чтобы люди знали, чем занимается медико-генетическая консультация у них в регионе, но и хотя бы немножко с благодарностью относились вот к этой деятельности врачей. Ну и, в конце концов, удивились даже, что вот сейчас у вас есть возможность пользоваться этими технологиями. А с другой стороны, мы встречаем совершенно потребительское отношение. Вот, начиная с того, что, а давайте вы мне на всех с трёх скринингах беременности скажете, что у меня вообще никаких рисков там ни аллергии, ничего не будет, да, и заканчивая тем, что, да, у меня диагностирована там какая-то патология, да, у плода. Немедленно мне вылечите это. Ну, вы же генетики, ну, вылечите, пожалуйста. Или даже не пожалуйста, это ваша обязанность. Вы нашли, что она там есть, вылечите, да, это правда такая линейная схема у человека в голове. И нельзя сказать человеку, что он здесь неправ. Он, может быть, неправ в стилистике подачи этого и в стилистике заявки, да, а в том, что это так в голове у человека скреплено, ну да, это правда так. И это наша работа, это наша задача, ваша в первую очередь, поскольку вы сотрудники медико-генетического центра, это правильно доносить. Я, например, здесь чисто в помощь. Каким образом и какую информацию, в каком объёме, и куда бы её нужно давать для того, чтобы у людей правильно формировалось вот это мнение. Но у людей это правда так. А дальше чисто человеческое хамство или не хамство, или наоборот человек забивается приличный, который и сказать никому ничего не может, и найти ничего не может, да, забивается и живёт с этим ребёнком, в том числе, например, и не леча его, потому что ничего невозможно выбить, да, это другая крайность, противоположное хамство, да. У людей должно быть понимание вот этой маршрутизации, что они делают, куда, почему и зачем. Врачи-генетики и сами об этом говорят, это не всегда легко сразу определить, потому что смотрим сначала одно проверяем, нет, потом проверяем ещё что-то другое, да. Вот это, ну если хотите, такое воспитание людей в этой области, что это вот так. Вот точно так же, как когда-то воспиталась анализ на кал, анализ на мочу, анализ на яйцеглист, анализ крови и всё. И анализ на частые мутации сейчас, видимо, да? Не совсем так, вот там, кстати, психология очень имеет значение, да, но все привыкли и все знают, что они получат, и все разговаривают на одном языке, там, говорят, у вас вот там по этому анализу вот то-то. Человек знает, что он идёт к этому врачу, скорее всего, ему пропишут такие-то таблетки и так далее. С генетикой вообще сейчас всё не так. Но наша задача сделать так, чтобы люди привыкли к этому точно так же, как к любым другим анализам. Но это время, и это очень чёткость, ясность подачи. И подачи всех врачей, которые работают везде. А это тоже, как мы знаем с вами, ещё труд. На генном уровне. Это большой труд. Давайте маленькую лепту свою внесём вот в это формирование правильного отношения к генетике. А я бы хотела вот, да, всё-таки к понятию мутации вернуться. Ведь вы правильно сказали, это вопрос и образования в том числе, потому что действительно зачастую, может быть, я сейчас в московский регион не беру, а зачастую в субъектах Российской Федерации мы очень часто получаем такие вопросы. Врачи, они эту информацию доносят таким образом, что пациент действительно после сообщения того или иного диагноза или даже обнаружения мутации, мы будем условно её называть мутацией, не знаем, насколько она патогенная или не патогенная. Пациент, он пребывается действительно в состоянии глубокого стресса, и этот стресс, он подобен сообщению, ну не знаю, там, плохих новостей, условно, как вот при онкологическом диагнозе. Существует ли вообще, вот у меня такой вопрос на сегодняшний день, какие-то протоколы, да, сообщения врачам, как бы экологичные протоколы подобной информации в генетике? Насколько я знаю, не существует. Это то, что нужно создавать. И как-то была тоже история, и на их генетическом съезде, и я участвовала там онлайн, и я говорила о том, что я бы делала сообщение информации максимально строгим, вот, правда, максимально строгим, потому что это очень травматично для психики, для человека, для души услышать такие вещи. И, к сожалению, поскольку я много работаю с родителями, с ребятами, у которых есть генетические заболевания, и муковисцидоз, и ФКУ, да, этот диагноз же может сообщить сейчас кто угодно. И он может потом не подтвердиться. Информация, к сожалению, не контролируется. Соответственно, вплоть до того, что вот у меня была мама, например, очень образованный, очень успешный человек, который сказали, ну, вот у вас под вопросом вот это вот заболевание, да, мы будем дальше проверять. А потом она увидела медсестру, которая всегда к ним приходила, платную, кстати, которая просто зашла, бросила конверт в ящик и убежала. И мы год работали со стыдом этой мамы о том, что мы вот такие вот заразные, к нам даже теперь в квартиру не зайдут, при том, что заболевание по факту не подтвердилось. То есть была ошибка, да, и так далее. Это очень высокообразованная, очень успешная, очень умная женщина, как раз там а-ля 30 лет, да, плюс немножко, на которых, в общем-то, все и хотят опираться в смысле осознанного родительства. Вот сейчас это может быть так. То есть, подождите, ее убедил вот этот жест этой медсестры, что она всерьез посчитала, что они несут какую-то угрозу для соседей. Что к ним так относятся теперь, как к нелюдям. Если она всегда заходила, осматривала ребенка, они разговаривали, да, то есть человек просто выполнял хорошо свою работу, был приветлив и так далее. А принося информацию о диагнозе, она ее просто швырнула в ящик и ушла. И почему так сделала медсестры, мы с вами не знаем. Возможно, она просто не могла присутствовать при том, что она откроет конверт и увидит, что у нее там диагноз, да. Возможно, ей было самой страшно, больно, невозможно. Она не выносила этого. Мы причин не знаем, но женщина истрактовала это так, как истрактовала. Более того, это вообще, в принципе, неправильное сообщение диагноза по почте, да. А еще вот так вот когда, да. И поэтому я бы вот прямо очень ужесточала, в принципе, хождение этой информации. Эту информацию имеет право говорить только врач. Не медсестра, никто бы то ни было еще. Потом с ней могут обходиться и медсестра, которая делает какие-то процедуры, потому что знает, что это, да, и так далее. То есть они потом с этой информацией работают. Но поступать эта информация должна только от врача. Мы обрабатываем потом эмоциональную часть вопроса. Мы психологи, я сейчас имею в виду. И, соответственно, внутри вот этого сообщения, каким образом правильно эту информацию подавать. В том числе схемы эмоционально-психологические. Как вот на приеме это делать, да. То, что я, насколько знаю, Ольга Олеговна, например, если мы берем онкологических пациентов, не помню сейчас название протокола, с 1970 года, да, онкологическим пациентам уже решено, что сообщается диагноз буквально, ну, сразу. Зачастую по исследованиям пациенты хотят знать правду, да. Все-таки в основной своей массе, я знаю, проводились разные исследования. Действительно для них важно знать правду и знать, как бы, каким образом строить в дальнейшем свое будущее. Ну, смотрите. Так протокол-то, может быть, взять оттуда что-то? Смотрите, у нас здесь есть такая ситуация. У нас медицина претерпевает определенные изменения, да, в связи с чем мы с вами находимся в таком достаточно переходном моменте. Но те протоколы, насколько я сталкивалась с этой онкологией в кругу там своей семьи, протокол заключался в том, что врач вызывает, ну, там, например, женщину и говорит ей о том, что вот у нее вот так предстоит какие-то операции и так далее. И женщина дальше сама решает, а говорит она этому уже или нет, что она говорит родственникам, говорит ли вообще кому бы то ни было. То есть это ответственность непосредственно самого индивида? Да, это личная информация. Все протоколы зарубежные говорят противоположное, что лучше, чтобы человек пришел с теми, кто ему близок, сам их позвал, сам их пригласил. И врач, вот здесь очень сложная, кстати, психологическая работа идет, врач должен сработать на всех сразу. Более того, там еще нужно определить человека, который влияет больше всех остальных, для того, чтобы женщину оказали поддержку, для того, чтобы убедить, если там идет развертывание диагноза и предсказания, тоже, да, какое лечение и так далее. Это две абсолютно противоположные вещи. Но поскольку наша медицина сейчас больше переводит в сферу услуг как западную, скорее всего будут смотреть на эти протоколы там. Ну вот то обучение, которое я провожу врачам, да, я им показываю эти протоколы в том числе. Плюс онкология, это здорово, что они там существуют. Но в онкологии, помимо того, что там много вариантов течения и так далее, и в кардиологии, например, есть это, в том числе фатальные диагнозы, которые нужно сообщить, то если мы обращаемся к генетическим заболеваниям, там протоколы должны быть выстроены, и я писала об этом в бюллетене по редким заболеваниям, там должно быть выстроено в зависимости от того, какой максимальный вред наносит это заболевание. То есть ребеночек умрет скоро, ну вот он не живет, да, или ребеночек будет медленно угасать. То есть мы рассматриваем несколько сценариев развития событий. Да, там не будет одного сценария. Более того, это тоже, о чем мы говорили с врачами вашего центра. Если честно, поскольку я работала в клинике психиатрической, у психиатров гигантские отпуска. Ну, потому что это вредная работа, правда вредная. И, в общем, когда мы сидим на диагностике психически больных, мы клинические психологи. Это тоже, в общем-то, надо сказать. Ну, одна из самых выгораемых, конечно же, мне кажется, на сегодняшний день. Это правда вредно, но это очень нужная работа. Помогающих профессий. Да, и я считаю, что генетик, который сообщает о том, что ребеночек не будет жить, или что плод такой, что вот мы можем его родить, но он не будет жить, на нем нагрузка такая, что, я не знаю, у него должно быть больше зарплата, больше там, я не знаю, какие-то комиссионные падать за это. У него должны быть преференции, что он отдыхает. Например, он сообщает этот диагноз, и неделю больше вообще никаких диагнозов не сообщает. Например, я не знаю, но должна быть психологическая разгрузка. Врач должен быть тоже сохранен в этом, потому что собой он делает очень многое в этой ситуации. Это первый момент. Второй момент, который я вот прямо не могу, позвольте, я вам его проговорю. Я считаю, что в генетике абсолютно нечего делать молодым женщинам, которые не родили ребенка, и молодым мужчинам тоже. Они должны быть на каких угодно ролях, но только не на соприкосновении с этим. Это очень психологически вредно. И это не просто моему заключению. Это в том числе и психологам, и врачам нечего делать там, где есть вот такие сильные повреждения от природы с детками, потому что это очень сказывается на том, чтобы рожать своих деток. И я считаю, что это тоже должно быть как-то законодательно закреплено. Да, пусть они работают в генетике, пусть они выполняют какие-то работы, пусть они к этому там как-то готовятся, да, но тем не менее должна быть вот эта психологическая гигиена для врача. А воспримут-то ведь как дискриминацию, а не как гигиену. Нет, девочки сами тоже подходят, говорят об этом, да. И более того, и взрослые женщины говорят, что когда насмотришься вот это всё, очень трудно рожать. Это не моя придумка. Это пожелания самих врачей, правильно, которые вы слышите постоянно? И пожелания самих врачей, и отзывы моих просто коллег, которые вот мы выпустились, психологи, я там пошла работать в психиатрическую клинику, просто чтобы реализовать своё образование, посмотреть, я вообще туда или не туда. Да, а у меня была подруга, которая пошла работать в, простите, если я сейчас правильно называю эту организацию, МСЭ, которая даёт инвалидности. Там детки без ручек, без ножек, искореченные как угодно, да. Ну вот всё бывает в природе, да. И эта девушка, которая вышла только что замуж, она хочет своих детей, она смотрит вот на это всё. И здесь никто ни прав, ни виноват, и не нужно к кому-то плохо относиться. Просто это должно быть в своё время. Или если девушка, например, молодая, и парень молодой в том числе, они говорят, мне вообще нормально, хорошо, пусть работает, но я бы очень сильно вот здесь что-то бы делала для вот сохранности. Ольга Олеговна, а как этот вопрос решается на Западе? То есть, допустим, у психологов, у психотерапевтов, ну, насколько я знаю, да, как бы сейчас это общепринятая практика, у них есть свои супервизоры. Обязательно. То есть профессионалы, которые помогают действительно не выгореть людям помогающих профессий. У врачей, к сожалению, у нас в России такого опыта нету, да. Поэтому то, что вы говорите там отпуска или какие-то льготы и преференции дополнительно, безусловно, это важно. А вот на Западе как вот вообще себя врачи берегут и берегут ли? Ну, они вообще там в другой системе работают, более защищённые, особенно, чем наши врачи прямо вот сейчас. Там совсем по-другому построено здравоохранение и в том числе психологическая помощь у них там присутствует. Более того, они более психологически образованы. У них есть программы в университетах, которые помогают им выходить уже в общение подготовленными очень сильно. Если хотите, я могу вам рассказать, как эта система там строилась. И одно десятилетие она, наверное, строилась. Знаете, там смысл, там очень интересное ядро, почему она вообще возникла. Да. Мы когда говорим о том, что вот нужно человеку сообщать правду, о том, что он умрёт, о том, что диагноз и так далее. Меня когда первый раз попросили прочитать лекцию для реаниматологов, как разговаривать с родителями о том, что ну вот не получается спасти ребёнка там или невозможно, или близкого кого-то, да. Ну вот прочитайте для них, пожалуйста, как это строится. Я полезла в историю этого вопроса. Думаю, ну как-то, может, нам в университете что-то и говорили, но я не помню. Я же всё-таки давно училась. И вы знаете, я на самом деле полезла вплоть до Аристотеля, до вот этих всех наших... Отчёв-основателей. Да, мужей вот этих. Я ни у кого не нашла ничего такого. Я-то думала, там такая база культурная стоит. Нет там никакой базы. Тогда я прямо начала разбираться. И наши, кстати, мастодонты, они все были против того, чтобы человеку сообщать правду о том, что он скоро умрёт, считая, что это на самом деле очень вредно, что нельзя убивать надежду у человека, при том, что он там должен знать, что с ним происходит, там лечиться. И в итоге я поняла, как это было сформировано. А дело было в том, что во время войны, когда лютовал, скажем так, фашизм в Европе, все долговые психологи уехали в Америку. Там тоже, в общем, была Вторая мировая война, да, и плюс у них была эта депрессия великая. В общем, там люди начали богатеть. Ну, сильно богатеть. А даже богатые люди, они умирают. И на больнице посыпали сиски о том, что вы не предупредили, что он у нас умрёт, он не успел написать завещание, и поэтому я осталась нищий. Пожалуйста, возместите мне вот эти миллионы, миллиарды. Такое мышление-то узнаваемое, да? Да. Компенсация за всё. Компенсация за всё, оказывается. Вот, вот. Да, а там же юристы. Они же получают от этого, и люди стали выигрывать эти риски. Ну, тогда там, простите, ну, как бы тоже не дураки. Всё гениальное просто какое-то. А потрясающе. Да. И там пошли, соответственно, общество выдало заказ университетам о том, что давайте-ка вы нам, пожалуйста, медицинских юристов, как нам тут вот это вот всё построить. Чем там пригодились психологи? Там начинало развиваться такое самое свежее и позднее направление психологии, экзистенциальная психология, экзистенция, существование, да? Где вот эти вот все гуманистические идеи. Осознанность, что человек должен проживать свою жизнь. Осознанность. Кирки, горы, ижи с ними. Вот, 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 вот там все, да, Бюдженталь, Роджерс, Ялом и все вот эти все истории. И они вот эти свои идеи пошли в сплав с этим. То есть они оформили это очень гуманистически красиво. Но в основе лежали просто деньги. Я не говорю, что это плохо. Я за все гуманистические идеи, лишь бы людям было хорошо и с друг другом, и как бы самим с собой. Но на самом деле фактура-то там такая. Но там же выстроена мощная система, когда врач защищён, когда врачу в университете сказали, какие слова говорить, какие не говорить, что вот это слово в судебной системе может быть использовано так, вот за это будет отсужено столько денег, он вот так вот подстроен. Всё, они всё умеют делать. И плюс вот эта вот история, то, что я начинала, да, она выведена в массовое сознание. Посмотрите, это всё формировалось вот примерно после войны 50-60-е годы. А в 80-е годы мы уже все привыкли к фильмам, куда приводят мечты, да, вот о раковом больном, который исполняет свои желания. Да, всё, мы уже к ним все привыкли. Массовое сознание сформировано было, по крайней мере, в той культуре. В связи с чем нам здесь нужно подходить к этому очень осмысленно. У нас врач не защищён, у нас человек не защищён, но, тем не менее, жизнь, она вот такова, и нам нужно в этом смысле что-то своё придумывать. И в том числе что-то брать хорошее, что-то не брать, и создавать в том числе протоколы, которые будут защищать врача и будут защищать пациента. На генном уровне. Вот смотрите, брать или не брать. Я вот всё, хочу вернуться к этому протоколу. Я его нашла сейчас, протокол сообщения, не именно онкологического диагноза, да, Spikes. Ведь вроде как простая универсальная вещь, да, всё расписано по шагам. Setting up. Шестиступенчатый. Да, да, да. Настройка, да, оценка восприятия пациента, дальше информация пациенту и так далее. Все шесть вот этих вот ступеней. Можно ли это применить в сфере медицинской генетики? И если да, то полностью или только частично, если нет, то что с этим не так? Её можно взять частично, полностью её взять нельзя. Ну вот если вы там потом дойдёте, если там у вас есть расшифровка, вы дойдёте до момента, когда там идёт конкретно сообщение, там есть вопрос, который врач должен задать, соответственно, с этой системой. Пришли ваши анализы. Что бы вы хотели узнать? Да, есть такой момент. Вот вы можете представить себя в такой ситуации? Абсолютно нет. Хотели бы вы узнать сейчас правду о своём состоянии? Тем более, вот такой вопрос. Вы его можете себе представить? С трудом, скорее. Я бы вот представила, если бы врач меня спросил. А кто-то ещё скажет, вы что, издеваетесь? Скажут, обязательно скажут. Я тут сдавала. Что это вообще за вопрос? Особенно, мне кажется, если это маленьких пациентов касается, и мам с маленькими пациентами. Да. Вы потом издеваетесь, ещё какие-то вопросы задаете. Да, 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 воспримут, действительно, как будто бы сидит педиатр в районной поликлинике и просто издевается. И врачи тоже не могут представить, а смысл, зачем я задаю этот вопрос, я как врач, которому этот анализ помогает понять, что происходит с пациентом, куда мы дальше движемся. И, собственно, я должен как авторитет человеку это дальше предлагать. Он держатель процесса сейчас, держатель информации, да. И врачи тоже не понимают, а зачем я буду это спрашивать. Ну, смысл какой, как я в этом выгляжу. Они себя туда тоже поместить не могут. Поэтому у нас у всех одна голова, две руки, две ноги, туловище там и так далее, да. Поэтому эта схема задействует правильные вещи. Но я бы её как кальку, ну, у меня не получается её брать. И врачи её не получают собрать. Ну, хорошо, вот этот пункт не подходит. Но все остальные, это вроде как вполне себе такие универсальные вещи. Отнестись к эмоциям пациента, с сочувствием. Очень важный вопрос. Вопрос, который мне не так давно задала врач-генетик. Что делать, если на тебя родитель орёт матом? Вопрос эмпатии, да, по сути? Отнеситесь к этому сочувствию, когда на вас орут матом. Ну, как бы, я, конечно, и объяснила, что происходит в этот момент, да. Но вот этот вопрос, в принципе, вообще о том, что делать с эмоциями пациента. Как с ними вообще обращаться. Какие эмоции там должны быть или не должны быть. Какие нормальные, какие ненормальные. И так далее. Наши врачи к этому, в принципе, не готовы. Не потому, что они плохие, а просто потому, что этого никогда не требовалось. И никто об этом никогда не задумывался. Дальше каждый выезжает на том ресурсе личностном, который у него есть. Ну, индивидуальном, по сути, ресурсе, да. Каждого конкретного доктора, да. Ну, да, то есть, пункт-то хороший, но реализовать-то врач остается сам собой, как бы, со своим знанием, со своим ресурсом эмоциональным, чтобы как-то это реализовать. И здесь вот, Юля, очень важная еще вещь есть. Например, я когда разговаривала с своими коллегами из Австралии и из Израиля. Например, в Израиле кардиолог, который вот тоже там сообщает о том, что, ну, там, вам осталось там полгода. Я говорю, слушайте, говорю, а откуда вы берете такую ответственность? Вот вы прям так уверены, да, что полгода осталось? Я говорю, вы прям вот не ошибались никогда, да, на вас не жаловались? Говорит, ошибались, типа, и жаловались. Я говорю, а вот в момент, когда вы там это говорите, вы же умеете все, у вас все простроено, плюс у вас такая культура, ну, как бы, вы все в этой культуре существуете. У нас-то разные культуры все-таки есть в стране. Говорит, а у нас все бывает. И стулья летают, и драться лезут, и все на свете бывает. И я вот это тоже врачам рассказываю. Говорю, ну, понимаете, если у вас человек берет стул, он не в себе, и он ее кинет, да, потому что он в шоке. У вас должна быть сигнальная кнопка, вы выходите из кабинета, туда заходит охрана. Просто ничего с человеком не делает, но ждет, чтобы он успокоился и ничего не покрушил. Потом охрана выходит, туда заходите вы, если нужно, зовете психолога туда, да. И дальше, разбираемся, должны быть схемы поведенческие на то, как обращаться с эмоциями человека. Эмпатии там, конечно, обойдешься, но, мягко говоря, не во всех случаях. Нужен тоже протокол на протокол, так скажем. Ну, вот смотрите, шестой шаг, стратегия, итог. Дайте пациенту правильное понимание дальнейшей стратегии. Ведь, мне кажется, с этим пунктом сложно поспорить. Ну, какая должна быть стратегия у родителей, у которых ребенок умрет? Ну, вот это ложится вам туда? Ну, нет, ну, это же протокол сообщения онкологического диагноза, плохого диагноза. Поэтому, если брать эту фразу за основу, Юля, то ее нужно расшивать относительно тех диагнозов, которые мы с вами имеем в виду. Поэтому я и говорю, что оттуда можно взять, а дальше их нужно приближать к нашей с вами реальности. Реальности и людей, и заболеваний, и врачей. Ну, вот я и хотела пройтись по пунктам, чтобы узнать, а что-то к нам пригодится, да, или нет. Давайте все-таки остановимся на видах психологической помощи. Значит, тут у нас есть ребенок. Ребенку уже установлен диагноз наследственного заболевания. Вот как на сегодняшний день, ну, в частности, в России работают психологи в этом направлении? Именно какие виды помощи они оказывают этим больным деткам? Я пыталась это понять и обобщить этот опыт. Вот как раз, когда писала главу в бюллетене орфанных заболеваний о необходимости психолого-социальной помощи семьям с детьми с орфанными заболеваниями, с ребенками с орфанными заболеваниями. Я пыталась понять, каким образом у нас в стране сейчас это построено. И, к сожалению, у нас эта тема проседает очень сильно. Не потому, что у нас нет там хороших психологов или не потому, что у нас нет ставок психологов там в том же генетическом центре, а потому, что у нас нет программ, этих людей недостаточно, и эти люди тоже могут заниматься разными вещами. Мысль основная такая. Если есть ребенок с генетическим заболеванием, в семье должна быть положена психологическая, ну, фактически пожизненная реабилитация. Именно психологическая реабилитация, которая включает все виды психологической помощи. Просто потому, что даже если заболевание сильно сокращает жизнь, или если заболевание длится, жизнь может быть долгая, в течение этой жизни есть разные этапы заболевания, переходы заболевания, что-то меняется. И в том числе отношение к тому, что есть заболевание, меняется. Ну, например, полное привыкание к тому, что будет ребенок инвалид, длится семь лет. Это то, что преподают в университете. Это прямо вот привыкание, да? И наши родители это, кстати, очень подтверждают. Но здесь есть существенный момент, который заключается в том, что когда ставят диагноз, у нас примерно год идет вот работа горя. Вот эти стадии, которые мы все с вами знаем. Проживание, горевание, да? Да-да-да-да. У нас идет сначала шок, а потом горевание начинается. Вот примерно год это идет. Но здесь опять, то есть мы отсчитываем 7 лет с какого момента? С постановки диагноза или с того, когда человек, в общем, как-то пришел в себя после того, как это случилось? То есть 8 лет мы берем, да? А вот этого года и 7 лет могут быть еще опасные ситуации, когда ребенок попадает в реанимацию, когда у него ухудшается состояние. И, соответственно, если это приходится на первый год жизни, например, то мы вот этот год отсчитываем от последней реанимации. То есть это, по сути, около 10 лет получается. Может быть. Собственно, время, сколько учатся врачи. Да, кстати. Получая образование вместе с аспирантурой. Так все-таки, я не понимаю, вы говорите, все виды психологической помощи. А какие это? Консультации или что? Какие конкретно? Конкретно, да. Смотрите, ну первое, что, на мой взгляд, должно быть вот именно как анализы физические, это должен быть постоянный скрининг и родителей, причем бесплатный он должен быть доступен, скрининг на тревожное и депрессивное состояние. Это человеку должно быть доступно минимум раз в год. Просто проверить, я вообще еще вот вообще как. И это то, что люди и о себе должны знать, и государство им должно это предоставлять. Потому что если человек поехал в депрессию, да, его нужно быстренько подлечить, чтобы он не уехал еще в большую депрессию. И чтобы его дети с него не скопировали это поведение, потому что по исследованиям, если у одного из родителей есть депрессивное состояние, вероятность на 30% больше, что у ребенка оно тоже будет. А зачем нам больному ребенку еще и депрессивное состояние? То есть это какая-то простая методика есть? Вот в поликлинику можно посадить сейчас уже врача? Вот у нас впереди расширенный массовый неанатальный скрининг. Можно не сажать туда врачей, можно провести обучение врачам общей практики и медсестрам, ну там даже если не всем, то старшим, и специалистам, ну, например, кинезотерапевтам в том числе. Именно скрининг. Коротенькие анкеты, 9-7 вопросов, которые очень несложно сделать. То есть это своего рода психодиагностические тесты. Да, и если там что-то выясняется, отправляем дальше к психотерапевту и психиатру. То есть сейчас-то это уже есть, это доступно, это не что-то там, что придется изобретать, долго разрабатывать, утверждать, а потом обучать? В группе по ментальному здоровью, где я представитель от России, да, вот они и там созданы в том числе. Их можно внедрять. Можно внедрять. Раз, скрининг. Что еще? Да, в первый год помощи семье там должно быть, тоже от государства, там прямо должно быть количество консультаций, когда психолог приходит домой, люди приходят. Они должны быть обязательные, потому что вот это трудное время, да, человеку нужно помогать проходить. И, к сожалению, мы тоже имеем такую закономерность, что чем больше человеку нужна помощь, тем труднее он за ней приходит. Но если он ее все-таки получает, то он труднее из нее выходит, условно говоря. Ну вот группы родителей собрать – это целое дело. Но когда они приходят, их потом не разогнать. Это своеобразная такая групповая терапия получается. Инерция психических процессов здесь сложная. Да, вот с этой вот раной выходить очень сложно на контакт. Поэтому это вот так течет. Соответственно, первый год это должно быть обязательно. Пожизненный скрининг должен быть обязательно. Вообще у человека должно быть, у которого есть сложный ребенок с генетическим заболеванием, он должен быть право на психологическую помощь в любой момент времени жизни. Почему пожизненная реабилитация? То есть надо – протянул руку – взял. Не протянул руку – не взял. Ну здесь вот сразу можно возразить, да, а как же горячие линии различной психологической поддержки? Да, я тоже хотела спросить, а мне кажется, на сегодняшний день это больше все-таки частная практика. И опять-таки для людей, для населения, у кого есть возможность пойти к психологу, заплатить энную сумму и взять условно определенное количество сейсов. Смотрите, да, я говорю о горячих линиях различных. Вот, смотрите, это рабочий инструмент, это подходит, это сейчас можно использовать? Это можно использовать. Есть социальные центры помощи инвалидам, они государственные. Там есть психологи, туда можно обращаться, безусловно. В каждом районе города должен быть центр социально-психологической помощи, он бесплатный. Там есть психологи, туда тоже можно обращаться. Можно обращаться в районные ПНД, психоневрологические диспансеры, они тоже бесплатные. Там тоже есть психологи и психиатры, и психотерапевты. Тоже можно обращаться, в том числе за тестированием и так далее. Тут это как раз не горит желанием обращаться. Мне кажется, да, вот у нас просто стигма. Я даже представляю, аббревиатура ПНД – это что-то страшное, это значит, что все, там сидят психиатры, сейчас они тебя, значит, скрутят. Скрутят и навсегда волчий билет, навсегда тебе выдадут какую-то справку, и ты сам будешь стигматизирована, мало тебе еще. Смотрите, какая здесь есть важная вещь. Вот вы врачи, да, и для вас не представляет вопроса, что вот, ну, например, вы там врач-генетик, вы врач-биолог, например. Я научный журналист. Научный журналист. Ну, вот тут был бы еще, например, хирург, там, я не знаю, ортопед, нейрохирург, там ухо-горло-нос, еще кто-то. И для нас не было бы вопроса, что, в принципе, люди-то, ну, про медицину знают, но вот этот, там, коленку лечит, да, вот этот зуб вырывает, вот этот мозг. Вот с психологами та же самая история. Да, психолог – это, конечно, человек, который знает психологию, скажу так, в общем, да. Но есть психологи, которые работают. Ну, вот я, например, изначальный кризисник, у меня даже диплом был по суицидам, да. Вот я суицидолог, я работаю с кризисными, да, я могу сопровождать уход. Я, в принципе, могу работать практически с любой темой, с которой придет человек именно потому, что я кризисник, да. Но кто-то у нас работает с детьми, кто-то работает с беременными женщинами, кто-то работает только с парами, и в жизни он не будет работать с суицидами, и он не будет провожать людей, он не будет работать в хосписе, да, потому что это не его специфика. Вот психологи, они тоже разные. Хорошо, что есть телефонный доверие, куда можно позвонить и, простите за это слово, слить эмоции, да. Просто тебе плохо, и тебя там послушают. Это очень классно. Но человеку нужно, чтобы его понимали, что с ним происходит. И люди очень, как это сказать, устают объяснять, что такое муковисцидоз, как он проявляет, почему это так, сколько часов нужно сделать. Да, вот этот час консультации уйдет только на это. А психолог, да, он, конечно, услышит, он поймет, он, ну, простите, не дурак, да, но в это же нужно вникать. А как жить с фининкетонерией? А как жить с осма? А как жить с этим, с этим, с этим? И люди, которые приходят к психологу, они хотят, чтобы их сразу понимали. Что они понимали, что им плохо вот конкретно от этого момента, да, что они столько, например, сил уложили в ребенка, а он не хочет сам потом ничего делать. И это катастрофа. На генном уровне. Так все-таки мы даем такие вот направления, да, куда вот обращается, да, горячая линия отлично есть, это рабочий инструмент. ПНД все-таки, я так и не поняла, вот все-таки закреплен вот в сознании многих термин карательная психиатрия и прочие радости вот связанные, да, которые автоматические ассоциации влетают, когда говорят про ПНД. Все-таки можно туда ходить? Или стоит опасаться? Или лучше горячая линия? Или лучше платный психолог? Или лучше пациентские сообщества? ПНД рекомендуете? Да, конечно. Во-первых, потому что это бесплатно. Во-вторых, приходя... Так, аргумент. Да, во-вторых, там сидят люди с классическим образованием. В-третьих, вы, приходя туда, вы имеете право задать вопрос о том, будет ли заведена на вас карточка. А то есть это не автоматически сразу на человека карту и заводит? Это же многих очень останавливает. Нет, конечно, не автоматически. Например, они вам скажут, да, без карточки никак. Скажите, слушайте, извините, я не согласен. Ну, вы в поликлинику приходите или куда-то в платную медицину приходите, говорят, надо карточку на вас завести, да? Ну, вы заводите, вы тратите на это какое-то время. Соответственно, вы можете залезть в интернет, там есть или по знакомым поискать психолога или психиатра, к которому вы можете обратиться частным образом, и они не будут заводить на вас карточку и вообще поставить это как условие, да? Мне нужно, чтобы вы мне сказали, что со мной происходит, и назначили мне препараты, которые, ну, выписали рецепт, потому что вы имеете на это право, да? Но Open Day это бесплатно. Например, у нас в Петербурге, конкретно у нас в Петербурге, я думаю, что в других городах вполне возможно это тоже есть. У нас, ну, вот клиника, в которой я работала, да, там есть центр, куда люди могут прийти, первично обратиться, их осмотрит психиатр, не заведет на них карточку и скажет, что им дальше делать. Либо там вот идти пить эти лекарства, либо там ложиться в клинику на пару недель, чтобы им подобрали получше лекарства, либо там их отправят в освоясь и карточки там не будет. Это такое первичное обращение, скажем так. Такое, как терапевт в поликлинике. Да, вообще я хочу сказать Юле, что лучше обращаться, чем не обращаться. Лучше это сделать. А вот можно вот один вопрос, который меня вот очень беспокоит, да? Такой момент, когда ты вот находишься вот в этой ситуации, да, ты погружен в это во все. Меня всегда беспокоит вопрос, а какими словами, во-первых, с собой разговаривать, да? Но это чуть попозже. Сейчас вот что. А как понять? Вы сами говорите, что чем больше человек нуждается в помощи, тем дольше он тянет с обращением, да? Вот этот вот тормоз вот этот вот стоит, да? А как понять, что все, дорогая моя, тебе уже пора. Ни дня нельзя тянуть. Надо звонить срочно, любой телефон горячей линии, срочно вот это вот слить, да, хотя бы, чтобы тебе стало легче. Какими словами поговорить с собой? Первое, что могу здесь сказать, очень часто об этом сигналят окружающие. То есть, прислушиваться-то надо все-таки, да? Да, и если тебе сказали уже об этом не один раз, то имеет смысл сходить и проверить. Ну, даже если ты не согласен, что с тобой там что-то вот прям совсем не так. Просто сходи на доверие и проверь. Есть ситуации, когда человек не пойдет ни при каких обстоятельствах. К сожалению, он может пойти только под давлением окружения, и это тоже наша работа сделать так, чтобы это случилось. Есть такие ситуации, это такие депрессивные состояния, когда человек просто вот, ну, без волевого ресурса совсем. И если его не пролечить сейчас, не залечить, а не пролечить, то, к сожалению, финал будет очень плохой. Это можно сделать только окружение, которому человек доверяет. А все-таки сам-то для себя что еще можно сделать? Поставить себе критерий, что если мне уже так плохо и меня ничего не радует, надо пойти что-то попробовать. А вдруг мне что-то подскажут, даже если я сейчас в это не верю. Обычно, когда человеку очень плохо, его уже просто ничего не радует. Вспомните, когда вы последний раз радовались. Ерундия какой-то. Я не знаю, вам птичка понравилась. Я не знаю, собачка какая-нибудь милая, по-дурацки себя вела, вы просто улыбнулись и посмеялись. Вспомните, когда у вас радость в душе была. Вот это прямо очень критичный момент. Если этого не было, море объяснений, почему этого нет. Ну, человек живет трудную жизнь, и сейчас плохо. В этот момент прямо надо встать и пойти. Прямо открыть интернет, найти психолога, спросить по-знакомому, сказать, слушайте, что-то не так. Дайте-ка я схожу и попробую себе помочь. Вам, может, не понравится специалист, к которому вы придете. Вы, может, не понравится, что он говорит. Ну, и пусть он вам не понравится. В связи с этим вопрос возник, то есть, насколько вообще, так сказать, реально выбрать своего психолога, потому что это действительно, мне кажется, на сегодняшний день, знаете, пальцем в небо. То есть, условно, я первично поняла, мне нужна помощь. Я готова уже даже пойти, я настроилась. Вот я сижу в интернете, там рассматриваю разные сервисы, сайты ищу. Ну, и как-то вот, ну, там, условно, внешне, там, да, я прочитала биографию этого специалиста, там, так далее. Вот внешне он понравился мне, я к нему иду, всё. А прихожу, и потом полное разочарование. То есть, вот вопрос, это же можно бесконечно, мне кажется, менять этих специалистов. Причём, насколько знаю, да, каждый специалист, он действительно, вот, как Ольга Олеговна сказала, работает совершенно там в разных подходах. Новомодный гештальт, экзистенциализм, психоанализ на кушетке фрейдовский и так далее, и так далее. То есть, КПТ. И вот, как вообще прийти к своему специалисту и как его найти? Ну, хороший вопрос. Наверное, у меня нету рецепта, и то, что вы все перечислили, это хорошие вещи. Кому-то понравится что-то больше одно, и будет работать кому-то что-то другое. Для разных ситуаций больше подходят какие-то методики, какие-то, может быть, подходят меньше. Ну, например, гештальт-подход очень хорошо выучит выстраивать границы. Они прям умнички. Хорошее дело. И там чувства свои понимать, они очень помогают и так далее. Найти своего психолога... Сложный вопрос, да? Здесь я тоже это обычно объясняю, говорю, понимаете, то, что человек психолог вовсе не означает, что он вам именно подойдет, как и свой врач. Он может быть хороший специалист, он может быть прекрасный человек, у него может быть очень успешная презентация и действительно успешная карьера. Но задача состоит в том, чтобы он вложился в контакт конкретно с вами, чтобы он понял вас, и вы почувствовали, что вас понимают, чтобы он попробовал предложить вам решение, чтобы он разговаривал в этот момент с вами, а не со всеми своими дипломами, регалиями и прочими заслугами. К нему пришел новый человек, все начинается заново. Он видит первый раз этого человека, эти глаза, слушает, что он говорит. У меня тоже такое бывает. Я знаю, что дальше человек скажет, я знаю, как выглядит эта история, но это не значит, что в ней нет нюансов, окраски и так далее. И более того, даже если полностью совпадает мое ожидание с тем, что говорит человек, это говорит мне новый человек. Ему важно, чтобы я услышала это от него. И если вы этого не чувствуете, это не ваш специалист, он в вас не вкладывается. И это неправильно. Все, что мы имеем право делать, мы имеем право делать на основании того, что мы умеем, и на основании того контакта, который у нас есть с человеком. Потому что человек дает нам право предложить ему помощь. А это право возникает только во время контакта. И каждый раз это право снова нужно зарабатывать. Да, у нас тоже есть задача поверить клиенту, что вот то, что он делает, вообще-то он меня тут сейчас не юзает, словно говоря, а действительно так. Но тем не менее, изначально это наша работа. К вопросу о ПНД. Быть может поэтому, в том числе человек, когда приходит за консультацией подобного рода, ведь ограниченное время у специалиста, и найти вот этот контакт, установить доверительный между специалистом и клиентом, зачастую, быть может, врач хочет это сделать, но ряд определенных обстоятельств ему не позволяет это сделать, и этот пациент, он разочаровывается и уходит. Ну и такое тоже может быть, да, безусловно. Но в ПНД, там же, если вы идете к психиатру, это означает, что вы идете серьезно проверять свое состояние. И клиническая беседа – это, по сути дела, основной способ диагностики у психиатра. Он может дальше вас послать клиническому психологу, например, вот как я, на диагностику при помощи тестов и так далее. Но, тем не менее, он вам должен выдать диагноз вашего состояния. Вот я диагнозов не даю, а психиатр должен вам выдать этот диагноз. Вообще, в принципе, с психиатрией у нас тоже сложная история. Вы совершенно правы, что она вот такая. И в культуре у нас это пока что так, но на самом деле, например, в Америке легкие антидепрессанты может купить любой человек в аптеке без рецепта. Там другая культура восприятия развитости, например, тех же депрессивных и невротических состояний. А у нас это прямо вот какое-то очень сильное табу. Хотя, например, та же ВОЗ, вы можете залезть на сайт и почитать, это не какая-то скрытая информация, не тайное знание, которое я вам сейчас скажу. Когда я закончила университет в 99-м году, ВОЗ прогнозировала, что депрессивные состояния обгонят и займут первое место по смертности, по причине смертности обгонят сердечно-сосудистые заболевания. Они давали на это 20 лет. Этого не случилось. Но, тем не менее, уровень депрессивных состояний не уменьшался за эти годы. Ни разу прошло, в общем, 30 лет. Учитывая пандемию, да, и геоприотические нынешние события. Абсолютно был скачок. И сейчас это входит в пятерку самых инвалидизирующих заболеваний в мире. Депрессия. Инвалидизирующие заболевания. Абсолютно точно. Люди не могут работать. Работодатели платят деньги. У меня много клиентов за границей, которые реально в это впадают. Просто хочется подчеркнуть, что получается, какая же картина-то у семьи. Ребенок с инвалидностью, наследственное заболевание. Родителю грозит инвалидность. Да, да, да. Тоже, если он вовремя не спохватится. Если он вовремя не оценит свое состояние. Как его оценить? Мы вот с вами проговорили. Да. Если вовремя он не найдет своего специалиста. Да, к депрессиям не нужно относиться как к чему-то, что если я туда попал, я оттуда не вылезу. Нет, они тоже бывают очень сильно разные. Поэтому я употребляю слово депрессивные состояния. Они у нас у всех, в общем-то, бывают. Они бывают реактивные, они бывают такие-сякие, какие угодно. Там важно вовремя подхватить. Вовремя подхватить и, наверное, не сдаваться все-таки, да, если специалист в первый раз не понравился. Это не значит, что надо бросать и дальше зарываться в свое состояние. Надо дальше искать. Надо себе помогать. Свою группу поддержки, своих единомышленников, свою, в конце концов, терапию, да, потому что антидепрессант, это тоже все подбирается путем подбора. Все это можно сделать. Главное, собственно, не сдаваться. Я своих психиатров обожаю. Держусь за них обеими руками и отправляю, например, только к своим. Люблю их смертельно. Изумительные люди, талантливые, тонко чувствующие, никого не залечивающие. Я им очень доверяю. И у нас с ними очень плодотворная работа. Параллельная в этом смысле. И так, есть психиатры, которым стоит доверять. И нужно доверять свое состояние и психологическое состояние. И искать своего психолога. Да, состояние своей семьи. Ольга Олеговна, давайте еще на одном вопросе остановимся по поводу особенностей формирования психики у детей с наследственными болезнями. Вот существует ли какая-то специфика? Вы знаете, существует, но он, опять же, огромный этот вопрос, потому что он зависит от типажа повреждения. А, например, ребятки с муковисцидозом, муковисцидоз, чем очень ярок в этом плане, и я тоже об этом всегда говорю, что у них, в принципе, присутствует вся симптоматика, кроме двух моментов. У них нет психических повреждений и нет изначальных повреждений внешней структуры тела. То есть ручки, ножки, нос, ушки, все на месте. Они целостные. Да. А дальше, по большому счету, за жизнь они приобретают практически все повреждения и, соответственно, всю психологическую реакцию на них. Вот. В связи с этим, да, формируется. Но, например, у них же, у этих ребяток, вот мама живет с тем, что у ребенка муковисцидоз, а ребенок этого не чувствует. Он же очень по-разному течет. И у ребенка нет симптомов. У него что не болит? И у него не формируется никакой картины болезни, как это принято думать. У него формируется картина лечения, потому что каждый день, несколько часов, должен что-то дышать, должен есть таблетки. Это отнимает у него жизнь. В итоге он живет не с ощущением болезни, а с ощущением постоянного лечения, с тем, что с его телом почему-то все время что-то делают. Хотя это ему вообще никак не помогает. Только если у него действительно там болит животик. Это одна стилистика. А ребеночек с фенилкетонурией, который тоже ничего не чувствует, но почему-то ему ничего нельзя есть того, что едят все остальные люди. Вообще непонятно. Бесконечная диета. Бесконечная, да. И он не понимает, он ничего не чувствует. Это называется отсутствие сенсорного опыта болезни. Он никак это не переживает внутри себя. А, соответственно, есть детки, у которых, ну, например, ребеночек с ахондроплазией, там понятно, что это тоже развивается со временем, да. И у ребенка вообще все хорошо. Ползает, там встает, мама помогает. Он же не знает другой жизни. Он потом, когда начинает отличаться внешне, или там не может что-то сделать, что делают его сверстники, или там ножки очень кривые, да, он начинает задавать вопросы. Пошло внешнее отличие. Пошло отличие возможностей, которые есть у этого ребенка, да. Пошло формирование. Вот здесь, да. Ну, это уже ближе к школьному, получается, да, возрасту. Ну, там 3-4 могут начинаться отличие. Тоже она по-разному очень течет, да. Поэтому, да, формируется, но она тоже очень разная. Вот. Поэтому одного ответа здесь невозможно. Невозможно, и поэтому все-таки стоит с психологом работать, да, наверное. Да, конечно. Независимо от того, какая реакция у ребенка, у самого на болезнь. Ольга Олеговна, хотели у вас спросить, как вы считаете, насколько вообще можно и нужно, и сколько это займет времени постепенно, шажочками, да, переформатировать массовое сознание населения? Какие вообще должны быть, скажем так, действия совершены? То есть, безусловно, это просвещение, популяризация медицинской генетики и так далее, работа врачей с пациентами, с родителями, да, вот с детками с наследственными болезнями. То есть, что еще нужно сделать, и сколько это времени займет, самый главный вопрос. Смотрите, это тоже очень интересный вопрос, который мы обсуждаем с вашими коллегами. Вот здесь бы я уходила не на минус первый, а на плюс сотый этаж сразу же. Потому что есть, в принципе, генетика, как наука вообще вся, которая выделилась из другой науки, да, и дальше она пошла делиться на генетику растений, где вот эти все генномодифицированные растения, да, там какая-то петрушка, еще что-то, да. Кабачки. Кабачки, да. Есть генетика животных, овечка доли, да, есть генетика человека. Мы с вами вот спустились к генетику человека, в которой мы с вами говорили про часть, где есть больные детки, где есть вот эта насущная история. Генетика человека, она же больше. И вот людям нужно сформировать вот эту вот шапочку изначально, да, о том, что вот генетика не про болезни, генетика не про мутации, Генетика не про то, чтобы создавать вечно живущие растения Которые мы будем всегда есть И у нас там всегда будет еда Не про то, чтобы создавать, клонировать солдат Нужно создать вот это понимание А что это такое вообще? Как большая история И в ней вот та часть, про которую мы сегодня с вами Про медицинскую генетику И конкретно генетику болезни Непредсказательную генетику Это тоже очень важно Потому что конкретно в этом месте нужно сформировать То, что генетика медицинская Не занимается только лечением Она может быть предсказательной Вот в том числе как неонатальный скриник Как преконцепционный скриник И для того, чтобы мы это формировали Нужно уходить в широту сознания Знаете, в психологии очень много техник Строится либо на сужении сознания Либо на расширении сознания Вот здесь нужно уходить в расширение сознания В максимальное Ну, то есть, по сути, популяризация Образовывание вообще, в принципе Мы сейчас можем выйти на улицу И спросить у кого-нибудь, знаю, для они Самого известного российского генетика И что они нам ответят Мне кажется, я бы Менделя назвала И большинство моих знакомых Российского Ну, да Павел Волочков Нас зовут, вот спорим Мичурин Вавилов Про генетику человека у нас кто? Затрудняемся ответить Это действительно сложный вопрос И это нужно решить и сказать населению В том числе, чтобы это было в учебниках Да, я вот только хотела сказать То есть, это все-таки начиная со школьной скамьи практически Да, может быть, пересматривать курс биологии Это можно делать параллельно Но это нужно делать широко Потому что, если не взять максимальный уровень И не взять его широко То, о чем мы говорили, да, что это может пойти не так Вот если мы не займем всю территорию Останутся возможности, где мы не простроили это Поэтому берем широко и идем по всем фронтам Отвечая на вопрос, сколько на это нужно времени Это нужно много времени И в разных областях что-то будет быстрее Что-то будет медленнее У нового поколения это будет идти быстрее У старого поколения может вообще, в принципе, не пойти У среднего поколения тоже будет идти хорошо, скажем так Ну и дальше уровень образования Где люди живут Вообще, насколько они понимают, что это такое То есть, долгосрочная перспектива достаточно Долгосрочная перспектива Ну что ж, надеемся, мы вносим свою лепту Свой посильный вклад в формирование Именно вот этого правильного понимания Чем занимается генетика И в частности, медицинская генетика Слушайте наш подкаст на генном уровне Понимайте, пожалуйста, что же происходит В медицинской генетике С нами была сегодня Ольга Олеговна Политаева Клинический психолог Представитель от России в Европейском сообществе По муковисцидозу Группы по ментальному здоровью И также в студии были ведущие Елена Абелева И Юль Муштакова Пока-пока, задавайте свои вопросы На почту Gensobaka.med-gen.ru Ждем ваших вопросов До свидания Пока-пока Слушайте подкаст на генном уровне В Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, Сберзвук, ВК, Оверкаст И на других стриминговых платформах Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok